12 долгих лет Мартин Писториус был заключен в собственном теле. Все вокруг думали, что он находится в бессознательном состоянии, не видит и не слышит абсолютно ничего. Однако Мартин наконец-то смог рассказать, что было на самом деле. Когда пытаешься представить себя на его месте, становится не по себе. Мартин все видел, слышал и понимал, но не мог подать ни одного сигнала об этом. Он не мог говорить и шевелиться. Сейчас при взгляде на Мартина сложно даже представить, через что ему пришлось пройти. Ему было 12 лет, и он был абсолютно здоров. Мартин рос в Южной Африке. Однажды он пришел со школы домой и пожаловался на недомогание. Мартину становилось все хуже и хуже, он терял способность говорить, мышцы ослабевали и он не мог двигаться. Врачи решили, что это было новое дегенеративное заболевание. Родителям они сообщили, что Мартин полностью потерял связь с внешним миром и не понимает, что происходит вокруг. Но они ошибались. Мартин говорит, что 12 лет он был в сознании, но никто этого не знал. Вот как выглядит Мартин сегодня. Он может разговаривать с помощью компьютера, который озвучивает то, что он печатает. Он говорит, что видел и слышал много вещей, но никто не замечал его, как будто бы он был призраком. Однажды он услышал, как его мама в порыве отчаяния сказала, что было бы лучше, если бы он умер. Я и понятия не имела, что он все слышит. Мне так жаль, что я это сказала. С болью говорит мама Мартина. Мартин говорит, что ему было больно слышать это, но он понимал, почему мама сказала такое. Он знал, что она считает себя плохой матерью, что не справляется. Ему было очень тяжело, ведь он не мог сказать, что она была хорошей мамой и все делала правильно. Мартин жил дома с родителями, но периодически его забирали в лечебные центры, где над ним бывало даже издевались. Но, по словам Мартина, больше было хороших медиков, чем плохих. Как-то, которая заметила искру жизни в его глазах. Поняла, что он был здесь и все понимал. Постепенно Мартин научился общаться. Он приложил титанические усилия и смог управлять своим телом. Он закончил колледж, получил водительские права и теперь ездит на специально адаптированном автомобиле. В 2008 году он познакомился с подругой сестры, Джоанной. В 2009 они поженились. Мартин призывает всех относиться друг к другу с добротой, уважением, сочувствием. Никогда нельзя недооценивать силу разума, важность любви и веры. Нельзя переставать мечтать. Вас также может заинтересовать 17 ужасных призраков, запечатленных на камеру. Его слова достойны, чтобы к ним прислушаться, а его история жизни вдохновляет не сдаваться, несмотря ни на что. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.